Символично, что именно сегодня, в Международный день «Спасибо» состоялось торжественное открытие обновленной школы Меривялья. И, конечно же, на праздничном мероприятии слова благодарности звучали многократно. И было за что. Небольшая школа Меривялья нуждалась в расширении уже давно. С учетом стремительного развития района, количество учеников существенно возросло. И небольшое здание школы уже попросту не вмещало всех учащихся. Работы по расширению школы Меривялья начались весной прошлого года. На время строительства и ремонтных работ большинство учеников вынуждены были заниматься в другой школе, а также в модульных классах, которые предоставил соседний детский сад. Но все трудности позади. И отныне персонал школы и ученики высоединились в своей родной, но существенно изменившейся в лучшую сторону школе. Очень важно, что у нас появились еще четыре новых больших класса, а также один большой и три маленьких класса для групповой работы. Это значит, мы можем организовать весь учебный процесс здесь, в одном здании, и больше не нужно устраивать две смены в двух разных зданиях. В ходе частичной реконструкции второго этажа и строительства пристройки здание приобрело 130 новых учебных мест. Создана также многофункциональная зона, которую при открытии раздвижных стен классов можно использовать для проведения мероприятий. Вход перестроили таким образом, чтобы удобный доступ для людей на инвалидных колясках был из гардеробной во все школьные помещения. «Главной проблемой в этом районе всегда оставалась нехватка мест в школе, и таким образом сейчас расширяя вот эти помещения, делая пристройки, мы эту проблему решаем, и мне очень приятно, что таким образом дети получают такие абсолютно новые современные помещения для учебы». Вице-мэр также добавил, что в ближайшие недели в районе Перита завершатся ремонтные работы еще в одном учебном заведении. Перита скаэкономической гимназии. В целом же, отметил Белобровцев, на сегодняшний день 90% столичных школ уже прошли реновацию. Сейчас город сфокусировал свое внимание на ремонте школ по интересам. Но без внимания не останутся и другие образовательные учреждения, где необходимо улучшение условий учебы и работы. Вадим Алышкин, Андрис Лайго, Новости Таллина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова